Здравствуйте, дети. Привет, Анфиса. Андрей Викторович, вы ко мне? Да, пришёл грызть гранит науки. В смысле? Прямо. Так, а Валентин где? Он приболел, и чтобы не пропускать новый тем урок, я вместо него в школу пришёл, а дома я сам разжую ему новую тему урока. А, вон оно как. Я даже не знаю, что вам сказать. А мне и не надо ничего говорить, давай новый тем урок объяснять. Новый тем урок попозже будет, сейчас будет доклад по старой теме. А, ну это без меня. Да вот как раз с вами. Чё со мной? Доклад Валентин должен был подготовить. А это чё за подстава? Секундочку. Алло, Валёк, привет. Привет, дедуль. Ты чё меня передучил, когда подставляешь? В смысле? Она говорит, ты какой-то доклад должен был подготовить. Ё-моё, дедуль, я забыл. Ладно, Валёк, забей, разберусь. Спасибо большое. Анфис, тут такое дело. Нет доклада? Нет у меня доклада. А вы какой причине его нет? Собака съела. Доклад? Блин, собаки же не едят бумагу. Завтрак она свой съела и накакала на доклад. Так, а он чё, на полу что ли лежал? Нет, она его из рюкзака случайно достала и накакала на него. Но он накакала, скорее всего, не случайно. Это чистая правда, Анфис. Не ставь двойку, пожалуйста. Не могу, это тогда подорвёт мой авторитет перед классом. Двойка вам, Андрюшенко Викторович. Да ставь, я всё равно сюда на денёк пришёл. Двойка-то Валентин пойдёт, вы же вместо него в школу пришли. А, блин, точно, Анфис, может договоримся? Каким это образом? Ты баба красивая, да и я вроде не страшный. Это на что вы намекаете? Давай я тебя обедом школьным угощу. Андрей Викторович, вы что, ко мне подкатываете? Анфис, я чё, на дурака, что ли, похож? Моя кочергуля сто раз красивее тебя, а я её ни на кого не променяю. Просто я обедом тебя угощу школьным и всё. Андрей Викторович, вы меня сейчас так-то с бабкой сравнили, причём сказали, что она красивее меня. Это ты кого сейчас бабкой назвала, кочергулю мою? Да, Андрей Викторович, ваш кочергу. Не кочергу, а кочергулю. Суть не меняет. Ещё как меняет, так могу её называть только я. И я любя её так называю. Ну, поздравляю вас со своей кочергой старой. Зря ты так, Анфис, ой, как зря. Теперь Валькунову этим урока объяснить я не смогу. Да и школу он, походу, теперь хрен закончит.